Вера 24 Спасибо за нами, спасибо, что вы с нами И не забывайте, я не знаю, когда, как другие Но когда пастор проповедует, вы заходите в YouTube Помните это, да? Ставьте там лайк Пишите хорошие комментарии Плохие пишите в личку Да, жене, не мне Она вам ответит А меня не расстраивайте Поэтому пусть будет много просмотров Сегодня много просмотров, слава Богу Что проповедь распространяется Что таким образом вы участвуете В евангелизации Это здорово, поэтому не забывайте это делать Но когда будете заходить на собрание Звук отключите, чтобы я сам себя не услышал И не испугался Друзья, спасибо вам За то, что вы даете возможность Ездить В миссионерские путешествия И мы с супругой были в Томске Я был в Череповце И каждый раз понимаю Что лучше нашей церкви нет нигде Вы Самая лучшая церковь на свете Спасибо за это Но еще понимаю, что Можно уже где-то на полгода уехать В миссионерскую поездку И здесь все работает Здесь люди поднимаются Служат И мне от этого радостно Что здесь есть те, которые Уже лучше, чем я служу И слава Богу За это Ну нет, я не поеду никуда Не расстраивайтесь Я не такой смелый Так что Я еще буду здесь И пусть Господь сегодня поможет мне проповедовать Знаете, у меня есть структура Я всегда готовлюсь к проповеди Но я хочу, чтобы Не быть привязанным к этой структуре Чтобы говорить то слово, которое Бог Дает прямо сейчас Вот прямо с небес Конечно, всегда надо готовиться Потому что Однажды один пастор Он не готовился никогда Ну не никогда Пришел к такому пониманию Что не надо готовиться Надо по вдохновению Потому что сегодня модно Говорит, структура Не нужна Ничего не нужно Сегодня мы по благодати В Духе Святом И вот однажды Пришло его время проповедовать И он молится И слова нет И он говорит Господь Дай мне слово И слова нет Он выходит уже на кафедре И говорит Господь, дай мне слово И вдруг Бог говорит Говори Прямо сейчас Говори народу Я лентяй Бог дал слово Я лентяй Потому что не готовился Поэтому надо всегда готовиться Слава Господу И мы продолжим Серию Об обновлении Изменений Вы знаете Этот год Он назван годом Изменения и обновления Можете обновления Изменения Как вам угодно Порядок слов Не важен Вот И я наверное думаю Что каждый из вас Уже видит Как муж Жена Меняются Да Как сосед Меняется По церкви По стулу Да Как братья Начали меняться Сестры Начали меняться Правда Видите уже Да Видите Да Писание говорит Вникай в себя И в учение Вот в чем Надо увидеть Как ты меняешься Это слово Для тебя Оно для тебя Ты должен Измениться Мы должны меняться В мире говорят Человек не меняется Я не верю Без Бога Человек вообще Не меняется Меняется В худшую сторону Но с Богом Когда мы ходим Мы меняемся В лучшую сторону Потому что мы Приобретаем его Образ и характер И сущность его И помните Последнюю проповедь Я говорил Об обновлении мышлений Я говорил Что нам надо Изменить свое мышление Нам надо Изменить порядок Своих мыслей Потому что Если ты не Изменишь свое мышление Ты никогда Не изменишься Ты будешь Таким Каковы Твои мысли Человек таков Каковы мысли В душе его И не другой Мысли тебя Будут Формировать Они будут Формировать Твой характер И относительно Своего характера Ты будешь Действовать Ты будешь Поступать А вот сегодня Я хочу поговорить О границах Которые нам Необходимо Устанавливать Для себя И проповедь моя Называется Благословение Ограничений Благословение Ограничений Последнее время Можно заметить Как человечество Стирает Всякого рода Границы Оно становится Свободолюбимым Либеральным То что раньше Было нельзя Сегодня стало Лзя То что раньше Было не дозволено Сегодня стало Дозволено Если раньше Браком считался Союз между Мужчиной Только между Мужчиной И женщиной И никак по-другому Потому что Бог создал Адама И Еву То сегодня Мы видим Разного рода Союзы Мы можем Видеть Брачный союз Между мужчиной И мужчиной Между Женщином И женщином Даже Разрешили С сексуальными Куклами Заключать Союз В некоторых Странах И самое печальное То что Некоторые Церкви Делают Это Легитимным Если раньше Мы видели Что мужчина Он был Добытчиком Он зарабатывал На жизнь Для всей Своей Семьи А женщина Устрояла Свой дом И воспитывала Детей То сегодня Часто можно Видеть Обратную Картину Когда мужчина На кухне Варит Еду Когда мужчина Воспитывает Детей Когда он Занимается Домашним Хозяйством А женщина Она сегодня Зарабатывает Деньги И даже Когда я Это говорил Кто-то из вас Сейчас подумал А что здесь Такого Это нормально Друзья мои Ну так Богом Не было Запланировано Богом Было Заправлено Запланировано Что муж Глава Семьи А жена Помощница Муж Должен Внешними делами Заниматься Он около ворота Сидит Помните А жена Что делает Она устрояет дом Она корабли Она корабли там Куда-то отправляет Коврытки Границы Границы Размываются Умела ждать Долго ждать Вон у меня Сидит Моя хорошая Воспитывница Надя Она дождалась Своего Любимого Принца Вот Урвала Так урвала Да Потому что ждала Умела ждать Понимаете Друзья мои Это когда Ты должен быть Послушным Своим Постарам Наставникам А можешь быть Непослушным Если они говорят Не то что надо Или они говорят Неверно А говорят они Неверно Не потому что Они говорят Не в контексте Священного Писания А потому что Это не нравится тебе Потому что Это не вписывается В твое размышление И тогда ты определяешь Они говорят Неверно А если они говорят Неверно Я поэтому Не буду Им послушен И таким образом Мы передвигаем Древние межи А слово Притчи 22 глава 28 стих Говорят нам Не передвигай Межи давний Которые провели Отцы твои Хочу напомнить нам Что есть тот Который охраняет Межи И если мы Посягаем на эти Межи Мы можем себе Найти проблему Друзья мои В 4 главе Притч Говорится о мудрости Где Соломон Призывает нас К следующему Притча 4 глава 23 стих Больше всего Хранимого Он говорит Храни сердце свое Потому что Из него Источники Жизни Каким образом Человек Может хранить Сердце свое Каждый день Ходить и говорить Я храню сердце свое Я храню сердце свое Я храню сердце свое Вы знаете Влад Я храню сердце свое Я сердце свое храню Я всем рассказал И написал в инстаграм И в фейсбуке Что я храню сердце свое Таким образом Мы можем хранить Сердце свое Нет Мы можем Хранить сердце свое Когда мы Искусственно Ставим для себя Какие то ограничения проводим какие-то границы и говорим, вот это в мое сердце не попадет, вот это мне не полезно. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, все мне позволительно. Люди говорят, тебе это нельзя? Я говорю, можно. Тебе курить нельзя? Я говорю, можно. Тебе пить нельзя? В церкви можно. Он говорит, все мне позволительно. Ну дальше он продолжает, но не все полезно. И дальше он говорит, расшифровывает, Все мне позволительно, но не все назидает, никто не ищет своего, но каждый польза другого. Это 6 глава, 1 Коринфянам 6 глава, 12 стих, а вы, извиняюсь, 10 глава, 23-25 стих, а в 6 главе ранее он говорит следующие слова. Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Павел дважды в одной и той же главе показывает нам ограничения. Павел говорит, что я могу позволить себе абсолютно все, но не все мне полезно и не все меня назидает. Другими словами он говорит, если я буду себе позволять абсолютно все, если я не проведу искусственных границ, если я не буду сам себя ограничивать, то тогда это может поработить меня и это может развратить меня. Он говорит, некоторые вещи, которые мы сами себе позволяем, они порабощают нас. Я много слышал историй, что люди становились алкоголиками не сразу. Друзья, вы думаете, алкоголикам и наркоманам люди стали прям сразу с первого дня, они взяли шприц и говорят, хочу быть наркоманом, и вкололи себе дозу. Хочу, чтобы у меня ноги отвалились, чтобы они в язвах были, чтобы я умер в муках. Или человек взял рюмку водки и сказал, я хочу быть алкоголиком, хочу все потерять, семью хочу потерять, работу хочу потерять, все хочу потерять и валяться под забором. Вы думаете, так было в жизни тех, кто сегодня валяется под забором, в жизни тех, кто сегодня у нас в центрах наркологических. Вы думаете, так было? Нет. Каждый думал, что он знает, где его мера, что он вовремя остановится. Я всегда поражался, когда служил в революционных центрах, как люди, которых приносили, затаскивали в этот революционный центр, они были обезножены, они были поражены этим недугом. Бог их восстанавливал, Бог их реабилитировал, и вдруг они уходили из революционного центра и опять начинали делать то же самое. И приходили в еще худшее состояние. И вот их, когда повторно приводили, я всегда разговаривал с ними. Я говорю, ну ладно, человек, который в первый раз, который не знает, что так может быть, но ты-то как очутился здесь опять? И знаете, у всех один и тот же ответ. Он говорит, думал, знаю, когда остановлюсь. Думал, знаю, все начинается с малого. Ты разрушил границы, размыл эти границы, чуть-чуть можно, чуть-чуть, а потом ты не замечаешь, как это чуть-чуть стало тобой обладать. Если нет границ, то тогда это начинает нас порабощать. Или, если нет границ, это начинает нас развращать. Мы начинаем терять моральные устои, мы начинаем не видеть, где правильно, а где неправильно. Знаете, сегодня смотришь на людей в обществе и думаешь, они с ума сошли. Все с ног на голову перевернули. Мы как-то сидели в одном из ресторанов, сидела компания, и вот их дети, они только что на наш стол не запрыгнули. Они бегали, вещали, пищали. Я не выдержал, честное слово. Я говорю, пожалуйста, усмирите своих детей. Они говорят, а что здесь такого? Как что здесь такого? Вы мешаете нам? Ну, наши дети свободны. Если ваши дети свободны, пусть они у вас дома, по вашим головам ходят. А когда вы выходите в общество, они должны быть ограничены. Где вы взяли такое, что дети сегодня должны быть свободны? Где вы в Библии это нашли, друзья мои? Я сегодня разговариваю с верующими людьми, они свободу своим детям дали. Дети свободны у них, без ограничений. Друзья мои, вы будете потом плакать от таких детей. Писание говорит, настав юношу в начале. Что значит настав? Приучи к дисциплине, проведи границы этому юноше и охраняй эти границы, чтобы он не выходил за эти границы, чтобы он не нарушал за эти границы. Да, это хлопотно. Сегодня намного проще дать ему телефон с мультиками и сказать, на, сиди, смотри. А самому заняться своими делами. Конечно, проще. Потому что охранять границы всегда тяжело. Провести легче, чем охранять. Но охранять их надо. И надо воспитывать и обуздывать своих детей. И надо им говорить и прививать, что в обществе себя так вести нельзя. Мы, как христиане, должны это делать. Ваши дети не должны в обществе вести себя так. Если они так себя ведут, сиди дома, не выходи тогда с ними никуда. Дома пусть, вот закрой их и сиди с ними, и пусть они у тебя на голове сидят всю жизнь. Потом будешь пенсию получать, а они будут на голове у тебя сидеть, если ты не будешь их ограничивать. Мы должны ограничивать своих детей, иначе, и себя мы должны ограничивать, иначе мы будем порабощены или развращены. Так говорит Павел. Послушайте, от первых дней сотворения Бог ограничил человека. Он поместил его в Эдемском саду, где было все, и сказал, вот весь сад для тебя, только вот от этих деревьев не ешь. От дерева познания добра и зла, и от дерева жизни. Но человек не смог удержать этих границ. Он нарушил эти границы и съел этот запретный плод. И Богу пришлось выселить человека из места обитованного. Знаете, когда ты нарушаешь границы, ты как-то улетаешь из того места, где оно было обитовано. Бог выслал этого человека. И знаете, что он сделал? Он поставил ангела с крутящимся огненным мечом. Я увидел, что когда до грехопадения человек... Ой, Бог не охранял то, что он ограничил. Он не охранял эти границы. Но после грехопадения Бог поставил страшника. Ангела поставил, чтобы человек не возвратился и не съел от плода дерева жизни, чтобы грех не жил вечно, так сказал Господь. И я увидел, что в своей грехомной природе мы склонны к тому, чтобы нарушать разного рода границы. Наша плоть грехомна, она стремится к тому. Нельзя? Чуть-чуть можно. Да запрет, нельзя. Нет, можно немножко. Да послушай, люди упали в этом, через это. Ну, они упали, они не знали некоторых секретов, которые знаю я. Они не могли собой управлять. А я-то точно могу собой управлять. Не можешь ты управлять, потому что кто кому принадлежит, тот того и раб. Только ты позволил себе чуть-чуть закурить, ты раб вот этой палочки, дымящейся. Люди говорят, я с вагой, но могу бросить курить. Мартвен тоже сказал, нет ничего проще, как бросить курить. Я 200 раз это делал. Конечно, можешь бросить до обеда. А почему? Потому что ты становишься рабом. Если ты начинаешь выпивать понемножку, то потом ты начинаешь выпивать больше. Почему? Ты становишься рабом. Я всегда тем сторонникам, которые говорят, вино можно, израильтяне пили, те пили, тролли, вали там и все такое. Я говорю, слушайте, для чего вино пьют? Они говорят, вот для желудка. У тебя что, больной желудок? Как у Тимофея? Да, больной. Пей, альмагель. У Тимофея не было. У тебя сейчас такие средства. Пей. Зачем вино? Вино, тем более сегодняшнее вино, оно все порошковое. Виноградников столько нет, сколько вина. Нет, у меня свое домашнее. Ну, слава Богу, за твое домашнее. Ну, пей альмагель для желудка. Если будешь пить вино, он еще больше будет болеть у тебя. Понимаете? И я говорю, для чего вы пьете вино? И начинают придумывать всякие вещи. Я говорю, подождите. Вино пьется только для того, чтобы захмелеть. Чтобы немножко кайфануть, скажу таким словом. Для тех, кто не понял, как захмелеть. Понимаете? Он говорит, нет, я пью вино, чтобы не было хмеля. Подожди. Ну, ты же сам себя сейчас обманываешь. Если ты пьешь так вино, чтобы не было хмеля, зачем переводишь продукт? Пей виноградный сок. Другие какие-то вещи. Он так же пахнет. Вы пьете для того, чтобы захмелеть. А Писание говорит, оно впоследствии укусит тебя. Не сейчас. Потом, говорит, глаза начинают развратно смотреть. Знаете, что делает вино? Оно стирает границы у человека. Границы падают. До винопития. До охмеления. Другие жены, не, не, не. После этого уже чуть-чуть можно. Глаза начинают развратно смотреть. Все же огромные преступления. Или вопиющие преступления. Человек совершал в опьянении. Друзья мои. Особенно на бытовой почве. На бытовой. Не которые были замыслом таким долгим. Есть такие. Но на бытовой почве. Все преступления на бытовой почве. Они совершены человеком в стадии опьянения. Я говорю так. Алкоголь никого не сделал знаменитым. Одного человека. Менделеева. Который придумал пропорции. Но зато алкоголь знаменитых людей погубил. Множество знаменитых людей были погублены алкоголем. А все потому, что у тебя нет пределов. Послушайте, Бог ставит предел после того, как человек стал грешным. И мы видим огромный период жизни. Человек живет без каких-либо границ. Бог не ограничивал человечество, когда он их выдворил из Эдемского сада. Мы не видим ни закона. Мы вообще не видим у человека ограничения в этот период. От Эдемского сада до потопа. Так или нет? Мы не видим, что произошло, когда у человека не было ограничений. Человечество пало. Помыслы их были зло. Понимаете, человек без ограничений, он приходит к падению нравственному. И Богу ничего не оставалось, как уничтожить человека. Он уничтожил человечество потопом. Потом он выводит человечество. Вернее, Ной выплывает из этого всего на гору Арарат к армянам. Они его там встретили шашлыком. Началось новое человечество. И что мы видим? Опять нет ничего. И человечество, и еврейский народ, израильский народ попадает на 430 лет в рабство. В Египет. Здесь нравственные разращения, а здесь они попадают в рабство. И когда Бог вывел их из рабства, что Он дал им? Закон. Десять заповедей. Он ограничил этим законом свой народ. И мы видим в народе, что как только народ нарушался эти заповеди, Бог им дал систему оправданий, жертвоприношения, они приносили жертвоприношения. Но как только народ переставал чтить законы Божьи, он всегда попадал в проблему. Приходил враг и завоевывал его территорию. Как только он опять возвращался к тому, чтобы надо чтить законы Божьи, он опять начинал процветать. Друзья мои, Бог ограничил нас не из-за того, чтобы лишить нас свободы или какого-то удовольствия. Он таким образом защищает меня и тебя, потому что мы Его дети. И Он о нас проявляет таким образом заботу. И как все дети, все противятся ограничениям. Если ты ребенка будешь ограничивать, он будет противиться. Не ешь конфеты, он будет хотеть есть конфеты. Несу свои пальцы в розетку, он будет хотеть сувать свои пальцы в розетку. Он всегда, всегда пытается нарушить границы. Мы тоже такие же дети нашего Папы, которые всегда пытаются нарушить границы. И порой самые большие проблемы в нашей жизни не из-за того, что Папа злой, а из-за того, что мы нарушили эти границы и сами на себя навлекли наказание. В Библии есть случаи, когда дети отца либо соблюдали границы, установленные отцом, либо не соблюдали эти границы, установленные отцом. Хочу, прежде чем перейти к этим случаям, пояснить вот что. Что границы бывают разные. Есть границы, которые мы налагаем сами на себя. Наша греховная плоть налагает на нас. Страх налагает на нас эти границы. Дьявол налагает на нас эти границы. Вот эти границы надо сокрушать, чтобы прорваться. Но есть границы, которые на нас налагает Слово Божье, которые мы сами на себя налагаем, для того, чтобы обуздывать свою плоть греховную. И когда Бог налагает на нас границы, обязанности какие-то налагают на нас, ограничения, вот эти границы лучше соблюдать. Посмотрите, в Ветхом Завете, в книге пророка Еремии, есть история про сынов Риховитовых. Давайте ее прочитаем. Сегодня почитаем немножко Библию. Это 35 глава книги пророка Еремии. С первого стиха мы читаем. Слово, которое было к Еремии от Господа в одни Иакима, сына Иосия, царя Иудейского, иди в дом Риховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. И взял и Азанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом Риховитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Годолия, человека Божия, который подли комнаты князей над комнатой Маасии, сына Силумова, стража у входа, и поставил перед сынами дома Риховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Иоаннадав, сын Рихава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовек, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Иоаннадава, сына Рихава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина, но во все дни наши мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем, послушайте, ключевое слово, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедовал нам Иоаннадав, отец наш. Друзья, такая ситуация. В дом Рихавитов приходит пророк Иеремии, о котором все знали. Он берет их и приводит в дом Господень, в храм, в одну из комнат священно действующих людей, священников, и ставит перед ними вино и говорит, пейте. Можно принять, что сам Господь тебе говорит в Доме Божьем, через пророка. Все знали тогда, что пророк – это глашатый Господа, что от него или через него говорит Господь. И можно было принять, что сам Бог обращается к тебе сейчас с просьбой, чтобы ты пил вино для какого-то, наверное, священно действия, разрешение такое официальное ты получил. Надо сказать предысторию, что народ Израиля в этот момент блудил. Он отклонился от Господа. Иеремия постоянно обличал народ Израиля. Но народ делал свои дела, потому что царь был неугодный Богу. И вот в этот момент Бог находит вот эту семью, которая вообще не принадлежала израильскому народу. Это не из израильских племен. Они кочевые племена. Вообще кочевые племена. Бог вообще повелел другие народности уничтожать. И он нашел эту семью и приводит их в дом Божий, где через пророка говорит к ним, пейте вино. И удивительно, они говорят, мы не будем пить вино. Почему? К тебе же сам Господь обращается сейчас через меня, пей вино. Он говорит, а все просто. Они говорят, все просто. Нам наш отец заповедовал. Не пить вина, не строить домов, не насаждать виноградников, жить вот таким образом. Мы не будем этого делать. И Бог на примере этой семьи говорит, вот им не Господь, а человек сказал, человек тленный. И они сохраняют этот завет. А вам, Израилю, Бог говорит, и вы не сохраняете этот завет. Этот человек, их отец, Риховит, тут не зря, семейство Риховит, он уже давно умер. Его уже давно нет в живых. И они могут не сохранять этот завет. Они могут его нарушить, потому что нет, не перед кем отчитываться. Тот, который дал это заповедание, его уже нет. Бог говорит, а я вечно живой. Я вечно жив. И вы перед моим лицом не сохраняете эти заветы. Он приводит в пример эту семью. Они отказываются. Они объясняют. Ни мы, ни наши жены, ни наши сыновья, ни сыновей наших сыновей. Никто не делает, никто не нарушает тех заповедей, которые дал нам Отец. Мы их соблюдаем. И удивительная реакция Бога на это. Посмотрите реакцию Бога. Книга пророка Иеремии, 35, 18, 19. Он говорит, Адому Риховитову, сказал Иеремии, так говорит Господь Саваоф. Друзья мои, так говорит Господь Саваоф. Он нам говорит, так говорит Господь Саваоф. Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Иоаннадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступайте, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется Иоаннадава, сына Рихавова, муж, предстоящий перед лицом моим во все дни. Бог говорит, за такую преданность словам своего отца, он дает семейству обещание, что милость во веки веков не отойдет от этого семейства, что их род во веки веков будет благословлен Богом, что Бог всегда, во все времена, будет слышать голос этого рода. Друзья мои, величайшее благословение, которое может быть передано семье, это то, что поклонение Богу в этой семье будет продолжаться из поколения в поколение. Великая трагедия, когда поклонение Богу в поколениях заканчивается, так сегодня делает дьявол, он крадет наших детей, чтобы поклонение Богу закончилось, а Бог им дает обещание, говорит, во веки веков милость не отнимется, во веки веков муж будет предстоять из этого колена перед моим лицом. Некоторые исследователи говорят, что колено, мы потом о нем вообще ничего не находим об этом колене, риховито в Библии. Некоторые говорят, что оно смешалось с коленом левиным, и сегодня они священодействуют перед Господом. Бог свои обещания держит, друзья. А есть другой пример. Все вы, наверное, слышали об этом примере. Он описывается в первой книге Царств, вторая глава, с 12 по 17 стих. Здесь написано первая книга Царств, вторая глава, с 12 по 17 стих. Сыновья же Ильи были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. А почему они были такие у меня вопросы? А потому, что Папа их не научил ничему. А потому, что Папа в ресторане разрешал им бегать. А потому, что Папа говорил, а не ходите на собрания, не надо. Вам же школу нужно, вам же на английский надо, куда там еще, в бассейн нужно. Не ходите. Вы по наследию будете священниками. Я сейчас у власти. Слушай, Папа, а я буду майором в Советской Армии? Будешь майором, а подполковником? И подполковником будешь, а полковником? И полковником будешь, сынок. А генералом? Генералом не будешь. А почему генералом не буду? Да потому, что генералом свой сын. Вот нечто подобное. Не важно, достой, недостоин. Я сегодня у власти, и вы мои сыновья, и вы будете продолжать мое дело. Не важно, поставил вас Господь, помазал вас Господь, я вижу, это дело выгодное. Всегда от жертвы тебе кусок перепадает, потому что священникам так было положено, заповедовано Господом. И вы будете сыновьями, но которые не знали, сыновьями, которые не знали, как надо вести себя священником. И у них не было правильного отношения к народу. И смотрите, когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей, и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми. Потому что священнику было заповедана определенная часть от жертвы. А они брали все, что хотели. Они нарушали все эти границы, которые Господь установил для священно-действующих. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали туг, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил, ему пусть сожгут прежде туг, как должно, и потом возьми себе сколько пожелает душа твоя. То он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силую возьми. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господа. Посмотрите, эти сыновья, они нарушали все границы, все устои, которые были положены. И вот реакция Господа на это. Давайте прочитаем. Первая книга Царств, вторая глава 30-30 стиха. «Посему так говорит Господь Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек». Послушайте, у риховитов не было обещания от Бога, что их дом или кто-то из мужеского пола будет стоять перед лицом Господа вовек. Но за то, что они были послушны своему отцу, Бог привлек их к такой миссии. А здесь было обещание. Послушай, сам Бог пообещал, что вы будете во все дни твой дом или во все дни будет стоять перед моим лицом. Во все дни вы будете священодействовать. Всегда будет благодать на вас, всегда будет помазание на вас. Так обещал Господь. Но потом Бог говорит, сам же Бог говорит. Он говорит, я тебе обещал это. Ну смотрите, слово такое. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Как мы бесславим Господа, нарушая границы, нарушая заветы. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда, и ты будешь видеть бедствие жилища моего, и при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Вау! 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 Вау!